меня зовут виктор зуйков я ведущий свадеб и это кирилл богатырев сооснователь сети свадебных ресторанов весенний в ресторанах есть какие-то такие несколько совета вот самое главное подводные камни как понять что то чего ты ожидаешь то и получится первый подводный камень это кто руководитель да это первый реально да то есть все таки свадьба это такое особое мероприятие особое событие и если прям очень хочется довериться до ресторану то стоит посмотреть просто кто главный управляющий да или кто руководитель один из подводных камней это администратор вот у нас системе наши у нас два человека есть то есть есть менеджер до который ведет саму свадьбу то есть он встречает рассказывает об услугах там принимает оплаты составляет меню рассказывает об услугах рекомендует видео и так далее да то есть это все делают менеджеры а есть второй отдел это банкетные менеджеры это люди которые присутствуют день в день на мероприятии них есть бланк мероприятия который передает менеджер и этот человек тотально целый день с молодоженами он отвечает за официантов он обучает официантов вот он отвечает за состояние зала чтобы все было идеально и вот этот пункт то что как обычно бывает то есть есть администратор один и в итоге как получается ты приходишь с ним общаешься а потом ты звонишь а у нее свадьба и у как будут и никак он может разорваться ведь вы знаете я как бы ну я сейчас на свадьбу идет типа давайте перезвоним вот а у нас получается что в момент свадьбы менеджеры они всегда могут поддерживать как служба поддержки такая и в то же время банкетный менеджер не улетает помогайте что-то подсказывать на завтрашнюю свадьбу потому что у него тотально даже не нужно убегать принимать коробки там с алкоголем то есть такой вот важный момент чтобы была полная поддержка и в день свадьбы и во время подготовки свадьбы первый такой нюанс второй нюанс это конечно же в самом меню для я рассказал да то есть чтобы количество еды просто совпадало это это реально да бывает такой то есть все расчет все вроде взяли там килограмм 300 еды должно хватить а я почему не хватило вот и думаешь ну просто бы гости слишком хорошо ели как бы да а вот ну нюанс да такой что просто может быть основного блюда было меньше вот количество официантов вопрос который нужно задавать сколько будет официантов на мое мероприятие сколько нужно нужно один официант на 10 человек ага да либо один официант на стол почему так важно то есть это это печальку я видел когда бывал на свадьбах как ведущий и например 50 человек 2 официанта один официант пошел например там кто-то попросил у него вилку он ушел вот другой официант пошел наливать сок вот и мама видит что гость какой-то ищет кого-то с водочки ему нужно мама волнуется мама бежит гости что такое сейчас я принесу мама бежит за водкой там или что-то такое да или за напитком за каким-то сейчас сейчас и в итоге мама которая должна вообще вот так вот отдыхайте наслаждаться и плакать от того что ее дети счастливы вот она занимается вот этой организацией и вот этот момент что когда достаточно официантов они решают все вот эти вопросы да то есть у нас например если за один стол отвечает 11 официант за другой другой и один ушел то второй следит за этими двумя столами да то есть так чтобы это был действительно уровень и посыл чтобы было комфортно то есть посыл чтобы было легко плюс нам например если брать официантов подход самих официантов мы за такой вот наверное такой casual что ли назвать ближе к людям чтобы было да то есть где там официант может пошутить там по имени да они просто здравствуйте я буду обслуживать облив на первом мы мы можем обливать гостей то есть напитки разливать сами если гости хотят а можем наоборот как бы давать так чтобы гости сами ухаживали за собой что бывают такие гости которые приезжают при сглубинки и его просто сковывает тотально когда так раз я помню тоже я вот люблю сам делать я на каком-то мероприятии на такой пафосном до попасть на был ресторан официантку нет я сам я такой типа я жду выхаживай за мной этот момент чтобы короче было максимально комфортно еще один нюанс это вот эти доп расходы при выборе ресторана очень важны потому что как у тебя говорил да вроде бы я считал раньше когда было женихом меню обслуживание не бывает там аренда например да какая-то небольшая и все вроде все я говорю это все не будет это все вот а украсить ну вот тут у нас есть декораторы например а якобы не рассчитывал на огромный бюджет но вроде как бы это уже не относится к ресторану украшать нам же ресторан и так вот мольберт привозит декоратор вот там карточки рассадки там или таблички на столы или что-то еще и в таком духе как бы постепенно постепенно там получается меню и еще там половина меню декор скажи пожалуйста как себя уберечь от скрытых платежей чтобы не получилась ситуация что я пришел в ресторан все заказал заключил договор и мне уже некуда деться я уже оставил предоплату какую-то и вот там за месяц до свадьбы я узнаю как как раз то что ты говорила что нужны какие-то мелочи там мольберт не мольберт как сразу понять что потом с меня не попросят больше чем обещали просто спросить то что по итогу будет все прибудет меню вот официанты сколько центов задавать уточняющие вопросы по каждому пункту что было прям предельно ясная картина меню такое стоит столько-то официантов сколько будет на каждые 10 человек официант на каждый стол окей вот кто будет отвечать за мой праздник день в день целый день со мной будет человек не целый день да будет отдельно там панкетный менеджер за вас встречать целый день хорошо кто будет там меня меня поддерживать в течение всего дня а вот этот менеджер например или там я уйду в отпуск и дам вам вас передам там кому-то ты понимаешь ok есть кому передать а вот окей что еще а что-то нужно будет по декору да то есть то что например есть базовый вот будет так на фотографиях это выглядит вот так например на свадьбе базовый до декор и можно дополнительно взять это 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 окей я хочу например вот так 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 сколько это будет стоить да то есть если чтобы выглядело как на этой картинке да нужно там добавить там не знаю украшение президиума и так далее это будет стоить столько-то и вот когда все эти вещи складываешь то есть по сути дела надо вот говорить о том как это будет по итогу она самый самое лучшее что можно вот и мы за то чтобы каждый выполнял словно свою работу да то есть ведущий не надувал шарики еще параллельно и не говорил шарики очень обязательно да вот ведущий потрясающе вел что там за отвечал за весь реквизит пришел посмотрел звук сказал что все огонь до настроение будет замечательно а вот и так далее то есть там понятно что мы друг друга рекомендуем то есть вот этот момент еще рекомендаций до в которой я перешел то есть как вариант можно еще узнать помогут ли в ресторане с рекомендациями тех специалистов а вот потому что это на мой взгляд тоже такой очень важный нюанс то есть почему прямо рекомендуем тебя почему мы рекомендуем там других ведущих их не так много потому что мы когда открывали первый ресторан мы с этим столкнулись что мы должны приводили своих ведущих и ведущим при напаивал гостей вот и все такие это бы трэш был просто тотальный и суть в том что ведущий то уходил и вовсе забывали а ресторан запоминали и думали что в этом ресторане было вот так и поэтому мы поняли что нам нужны свои люди да с которыми будем работать да и того основной вопрос как это будет по итогу да и какая будет поддержка спасибо кирилл богатырёв спасибо тебе большое спасибо